Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня будут покупочки в фикс прайс. Просто невероятно, сколько раз я ходила в фикс прайс. Ну ладно, невероятно, три раза я ходила в фикс прайс, и в этот раз, девочки, покупок будет очень много. У меня вот пакет, раз, корзина, целая два, еще один пакет, три. И я постараюсь сейчас очень быстро все рассказать о своих покупочках, чтобы уместить все это в одном видео и не растягивать надолго. Первое, что я хочу сказать, я наконец-таки получила карту фикс прайс, я теперь модная, она у меня на ключах. Вот такая маленькая, и я ее ношу, это как брелок сделано вообще, такая милаха, мне так понравилась эта идея. Ну и соответственно фикс прайс, мне очень нравится дизайн, прикольненький, он такой прозрачненький, пластиковый, я люблю такие карточки. И тоже она всегда со мной. Но в основном с ключей у меня сразу считывают все. Фишка в том, что 5% со всех покупок просто начисляется, и потом можно расплатиться 100% этими баллами. И так как я зачистила туда в последнее время, я думаю, что мне это пригодится, так что стоит она всего 50 рублей. Я вообще даже не знала, случайно на кассе там девушка спросила, я говорю, конечно давайте мне, я даже не знала об этом. Начнем, как говорится, сначала. Сначала у меня была эта корзинка, она уже стоит очень долго. Первое, что в общем я купила, я купила карандаши, мне очень понравились вот эти черные карандаши, они со стразами, как помните делали мы с вами. И они цветные. Я как раз таки собиралась себе брать цветные карандаши, и мне показалось, что клево, что они в таком дизайне, потому что тоже у меня идея, в общем есть, с этими карандашами, и вы увидите скоро видео. Я не буду раскрывать все секреты, меня вдохновляет все просто вокруг. А, так же, кстати, я получила стрекозу. Правда, что вот Лина говорила, что стрекозы получают. Да, я получила стрекозу очень быстро. У меня от Сенлайта очень много всяких подарков. Они вообще круто сделали, вот это вот к себе людей приманивают. Дальше я купила вот такие тряпочки. Сейчас самое такое пойдет, немножечко бытовое. Ну, не все, конечно. Купила вот такие полотенчики, тряпочки, не знаю, они удобные, их всегда не хватает на кухне. Купила вот такой массажер для лица. Вообще, я давным-давно уже собиралась, и, кстати, хотела тоже снять видео массаж для лица. И собиралась ходить на массаж лица, потому что с возрастом нужно следить за этим. В общем, кровообращение и все такое. И, в общем, я попробую этот массажер. Я его еще не пробовала. Купила вот такие вот шнуры. Девочки, у меня появилась идея. У меня что-то вообще сейчас идеи полна голова. И поэтому я скорее уже спешила снять это видео для того, чтобы начать, начать плести то, что я хочу. Это для фона и для декорации дома. Есть у меня идеи, в общем. И, в общем, я купила. Я вам покажу, что я из нее сделаю. Это прикольно, мне кажется. Также я купила еще песочек розовый, потому что здесь вот... Хотела вам показать, кстати, что я сделала. Обклеила скотчем розовеньким. Здесь у меня песок, розовый камень там внутри, да. Но я хочу отклеить вот эти вот... Мне больше хочется розового песка и камней, нежели скотч от FixPrice. Ну, в общем, вот песочек розовый, он классный. Такую вот взяла корзиночку себе, так как у меня все здесь розово-белое. В ней мне нравится, что можно вот так положить и прям вот все видно. Вообще корзины очень прикольные и классные там, потому что они реально... Ну, как бы в них очень много всего можно вместить. И при этом они не занимают много места. Также я купила вот такую сетку белую. Вообще мне надо в ванную сетку уже поставить. У меня здесь сетки, только в ванне нет сетки. Ну, хотя сейчас кондиционер, я даже окна не открываю. Ну, и также для того же дизайна подумала, что может быть пригодится. В общем, взяла сетку 50 рублей. Пригодится всегда. Потом вот такую штуку нашла, смотрите. Это для кроссовок. Я, честно говоря, не знаю вот как это, но мне кажется, в этом что-то есть. Не как только, что они цветные. Вот были бы они, ну, одного цвета, да, например, там белый, черный или розовый. Было бы прикольно. Ну, посмотрим, что можно придумать. Потому что мне кажется, это прикольная идея. Пусть будет. У меня на одних кроссовках, кстати, я оттуда забрала шнурки и передарила другим своим кроссовкам. Также я купила жидкость для снятия лака, потому что у меня какая-то плохо стирающаяся. Все жалуются, подружки. Также для декора купила вот такую вот штучку. Ну, это я тоже думала опустить. Ой. Ой, знаете, а можно даже подарки заворачивать. В коробочке. Кстати, коробочки. Кстати, о коробочках я их купила. Когда я купила коробочки? Коробочки я их купила сегодня. Купила две, потому что всего было два таких дизайна. Я купила две коробочки. Ну, может быть, кому-то на подарок там тоже. Потому что я смотрела, что действительно эти коробки в торговых центрах, они очень дорого стоят. 600-800 рублей. Классно же. Это вообще, ну, круто. Пусть будет. Оно никогда не повредит. Дальше, девчонки. Вот давно на самом деле смотрела. Что, купила? А вы мне скажите. Вот прям поставьте на паузу и скажите. Почему я их купила? Почему? Кто знает, почему я их купила? Да потому что они розовые. Кто так подумал, тот молодец. Вообще, на самом деле, я всегда хотела такие штучки, но не знала, куда их применить. Они мне все время. Это вот идеальный розовый для меня. Ну, вот такой, вот такой вот, как у меня здесь. Видите? Прям вот нежнота сама. Но сейчас-то, как я делать буду кое-что для декора, и мне кажется, оно вообще там будет тоже смотреться. Вообще, я всегда хотела танцевать. Вот эти штуки. Раз, два, три, четыре. Вперед, мы победим! Прикольно. Всегда нравились девочки, которые занимаются этим. Так, ну и корзина. Девчонки! А когда она успела мне треснуть? Я ее... А-а-а! Я же упала. В общем, не хочу вспомнить эту грустную историю. Когда-нибудь я о ней вам расскажу. Да, я упала. И, видимо, она треснула туда. Надо еще одну купить. Короче, классная корзина. Вот эта вот у меня такая розовенькая, вы видели? Вот я еще беленькую купила. Печалька, конечно. Ну ладно. Следующий пакет у меня был вот он. Я зашла и снова что-то нашла в фикс-прайсе. Причем зашла за одним. Вот вторые два раза я заходила за чем-то одним. И все время набирала еще пакет. Это фикс-прайс. Чесноковыжималку. Все время, когда я хочу выдавить чеснок, я все время его режу мелко-мелко. Но думаю, блин, надо чесноковыжималку, надо чесноковыжималку. Ну, короче, я ее купила. Думаю, пусть лежит, блин. Чтоб уже я не думала о ней. Потом взяла клей также. Потому что клей, который в пистолете, он, кстати, не все клеит. Не на все поверхности. Поэтому взяла. Пусть будет клей. Он всегда в доме пригодится. Особенно для всяких таких вот интересных штук. Что-то куда-то приклеить. Также взяла вот, я брала розовый в прошлый раз. Взяла беленький. Они такие прикольные. Я их, ну, как бы, можно и для обуви использовать. Быстро там раз взял. И руки вытереть быстро раз там взял. И стол протереть там, я не знаю. Посуду помыть. Ну, не знаю. Вот оно все прям пыль вытереть. Есть одноразовые, конечно, прикольные. Я тоже люблю одноразовые. Но они очень тонкие. Прям хворки не чувствуешь. А эти хоть чувствуешь, что это тряпка. Ну, не на один раз. Их на раза три, четыре, пять может даже хватить. А если стирать, вообще надолго может хватить. Короче, они мне нравятся. Также я решила купить накладные ресницы. Но на самом деле накладные ресницы я не пользуюсь. У меня свои нормальные ресницы. И когда я тушью хорошие, крашу, все у меня замечательно. Но я думаю, мало ли, буду я для вас делать какой-нибудь интересный макияж. И буду использовать эти реснички. Все лежат. Ой, также у меня, кстати, в каре покупала вот такие вот штуки. И мне очень... А, нет, или не в каре. Вру. Короче, покупала где-то вот такие вот штуки. И они оставляют след. Я решила взять, попробовать вот такой вот наборчик. Из разноцветных. Чтобы в каждую все положить. Вы же знаете, если смотрели мою коллекцию очков, вы знаете, что у меня их много. Я думаю, в каждую положить. И проверить надо вообще, чтобы не оставляло следов на очков. Так этого не люблю. Короче, крутая вещь. Так же я купила себе освежитель воздуха в машине. Смотрите, какой прикольный. Я не знаю, как он пахнет. И он так запечатан. Блин, серьезно. Написано из яблока, короче. Я думаю, прикольный велосипед. Вешается на воздушную фигню. На вентиляцию. Так же я купила себе такие вот штучки. Ну, все уже, наверное, знают. Это для того, чтобы делать маски. Если мы делаем в домашних условиях маски. Пропитываем вот эту вот фигнюшку. Она у нас тут как маска с дырками, наверняка, я думаю. Ну, как на рисунке показано с дырками. В общем, на лицо. Короче, надо попробовать вот эту штуку. Я ходила, сначала смотрела, думаю, нафиг оно мне надо, нафиг оно мне надо. Потом думаю, да, надо. Конечно, надо. Как это не надо? Дальше я купила спонж. Сначала я купила, короче, спонж зеленый. Потом я увидела в другом фикс-прайсе розовый. Я взяла. Но это не такие спонжи, девчонки, как вот, знаете, мощь их, короче, они увеличиваются. Эти нифига не увеличиваются. Они немного такие прорезиненные. Я их еще не пробовала. Ну, в принципе, спонжи, что они? Пачкаются быстро. Можно их там повыкидывать. Короче, пусть будут. Они милые такие. Цвета. Цвета красивые. Мне очень нравятся. Ладно. Пусть будет два. Может, задарю кому-нибудь один. Что это такое? Точилка. Точилка для карандашей. Потом пришла домой, посмотрела, что у меня много точилок. Но они, по-моему, у меня все равно, знаете, отличаются. Карандаши, которыми просто рисуешь, да, вот это черное, например, и карандаши, которые для косметики. Что-то в прошлый раз я не смогла нормальный карандаш поточить. Поэтому взяла. 16 рублей она, по-моему, стоит. Также я взяла шлепки. У меня есть такие розовенькие. Ну, не такие, не из фикс-прайса. Но я их брала там за 200-250 рублей, в которых я хожу. Девчонки, вот такие шлепки я рекомендую вообще дома. У меня частный дом, как бы, да, и тоже вот в шлепах все время там выходят. Их очень легко мыть. Они не заванятся. Я даже когда прихожу к кому-нибудь в гости, я очень люблю вот такие шлепки одевать. Потому что в них, ну, как бы, меньше всяких бактерий и всякого всего. Ну, их реально проще помыть. Взял, помыла, они классные. Чем вот тканины есть, еще из чего-то. И вечные они какие-то, резины у них окупаться можно. Короче, вообще классные шлепки. По 50 рублей, по-моему, они там разных цветов. Я вот фиолетовую выбрала. Еще я купила вот такую вот штучку. У меня все в ванне стоит в стакане в одном. Все от него вываливается. Там много разных паст, много разных щеток. Потому что у меня остаются друзья, мама. И я всем купила щетки, у всех свои цвета. Вот. И я решила, что надо все это скомпоновать и немножко прибраться там. У меня такая ванна белая вся, поэтому беленькая вот эта штучка очень классная, мне кажется. Вот такое вот я там еще не видела. И последний пакет. Купила стельки. Потому что я купила себе обувь, которую я вам покажу на осень. Уже вообще замечательная, замечательная. Купила стельки. Их тут несколько штук, кстати. Они тканенные вот. Идеальный подход для летней обуви. Содержит натуральный хлопок и целлюлозу. Это же замечательно. Чтобы меньше потели ноги. Тут вырезаешь вот так вот. Свой размер любой. Короче, стельки никогда лишними не будут. Знаете, чуть-чуть больше обувь, чуть-чуть меньше. И замечательно. А вот что я купила для декора. Кстати, никогда мне не нравились особо птички. Но вот к декору, который я придумала сейчас себе, да, и фон нам с вами сзади, это будет, мне кажется, очень красиво. Вот эти птички. Вот эта вот клеточка в одном из мест. Короче, вот эта наклейка мне очень понравилась. И она была там одна. И я ее взяла. Также я купила... У меня, кстати, вот такие штуки есть. Я вам показывала, как хранила свою бижутерию, да. И я купила еще одну вот такую штуку для того, чтобы сложить все свои эти гвоздики и так далее. Потому что тоже оно мне сейчас понадобится. Я подумала, что надо, чтобы было оно все в одном месте. И вот мне кажется, что вот именно это... Их там много, коробочка. Мне кажется, именно это подойдет лучше всего. Потому что здесь большие такие отделения. И подойдет и для маленьких гвоздиков, и для крупных гвоздиков, и для всяких фусик, штучек, которые остались от какой-то мебели. Короче, крутая штука. Также я купила себе молоток. Молоток нормальный, тяжелый молоток. Только мне брат недавно пришел. Делал мне тут кое-что. И говорит, есть молоток? А молотка-то и нет. Мы плоскогубцами били. Зачем это нужно? Молоток должен быть в доме. Теперь он есть. О, также я купила мелки. Это тоже будет видео. Вместе туда с карандашами, короче. Тоже будет интересное видео. Именно для него я купила их, короче. И на самом деле, еще вот в таких вот мелках, были маленькие, но это было в другом далеком фикс-прайсе. Вот рядом с домом, который у меня, здесь, короче, были только большие. Поэтому мне пришлось взять большие. Хотя мне так много не нужно мелков. Я не знаю. Нужно будет придумывать потом, что с ними делать. И еще, вы знаете, что я сделала? Потому что здесь, как бы, ну, цвета. Мне нужны были определенные цвета. И они не везде были. И вообще хорошо бы было, чтобы больше разнообразия цветов было. А там как-то они компонуются, непонятно. Знаете, два оранжевых, два таких, там, два зеленых, да? И, например, нет белых. Я взяла, короче, немножко посортировала с соседями. Взяла там себе один белый, им белый оставила там. Не знаю, может быть, так нельзя делать. Но мне кажется, что ничего страшного. Это мелкие. Это же мелкие. Это же не что-то страшное. Поэтому нормально. Я думала, никто не обидится. А, и вот еще, что я купила себе. Я купила эти восковые мелки. Честно говоря, я даже не знаю, куда они применяются. Что с ними делают? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Может быть, если кто-то увидит какое-то видео, что с ними, с мелками что-то делают для косметики. Я бы с удовольствием что-нибудь поэкспериментировала, сделала такие красивые цвета, перламутровые. Смотрите. Прям мне так и хочется сделать из них хайлайтер. Но я подумала, что воск вряд ли восковое что-то. Но, может быть, какие-то тени можно интересные из них сделать. Или еще что-то. Короче, если кто-то увидит интересное видео, скидывайте мне. Или вообще, кто знает, для чего они нужны. Где им рисовать воск на стене? На стене можно было бы, но я не хочу разрисовывать стену. Вот все мои покупочки в Fixed Price. Надеюсь, вам они понравились. Вы понимаете, сколько всяких видео я для вас готовлю. Сколько всяких идей у меня. И, наконец-таки, я начну сейчас делать то, что я собиралась делать. И скоро вам покажу. А впереди еще будут покупочки на осень, которые я себе уже купила. Там некоторые из вещей. И вообще клевые, короче, штуки есть. Также Алиэкспресс впереди. Короче, покупок много в этот раз было. Я уже скорее все хочу вам снять. Потому что оно все лежит у меня вот так, кучками, знаете. Именно для того, чтобы взяла и сняла. И не расставляю ничего. Если мое видео было полезным и интересным, обязательно ставь лайк. Если появились какие-то вопросы, задавай в комментариях. В комментариях, в общем, мы с вами свидимся снова и пообщаемся. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok